Автомобильные дилеры займут не менее половины вторичного рынка. Именно такое будущее напророчили эксперты на форуме Used Cars, посвященном поддержанным автомобилям. Организатором мероприятия выступило агентство Автостад, а его участниками – дистрибьюторы, дилеры, представители финансовых и страховых фирм, IT-компаний, аукционов, руководители и владельцы бизнеса. Всего более 250 человек. В прошлом году в России продано 5 миллионов 425 тысяч поддержанных машин, а это почти втрое больше, чем новых. Автодилеры потихонечку, всерьез занялись рынком с пробегом. И не за горами, думаю, что несколько лет, когда к минимуму половина автомобилей будет продаваться через официальных дилеров. На сегодняшний день около 80% поддержанных автомобилей продаются из рук в руки. Представители дилерского сообщества видят в сложившейся ситуации огромный потенциал теневого рынка. Они видят большую возможность наращивания своей доли на сегодняшний момент. Это где-то в районе 12%, хотят выйти на уровень 30% к 2022 году. По мнению экспертов, посредничество дилеров избавит автомобилистов от множества проблем. Первое – это качество автомобиля, потому что мы не знаем про него ничего. Вы знаете, что тема со скручением пробега достаточно актуальна у нас, и мы не можем даже сказать и предположить, какое количество автомобилей ездит на наших дорогах со скрученным пробегом. Также отсутствует история автомобиля, мы не знаем, где он обслуживался, какие ремонты у него когда были. Взять вторичный рынок под свое крыло дилерам мешают несколько законодательных ограничений. Например, двойное налогообложение при продаже автомобилей юридическим лицам. Поэтому дилерское сообщество надеется, что законы изменятся уже в этом году.